Объединять усилия для того, чтобы совершать добрые дела, поддерживать инициативы неравнодушных граждан, давать возможность реализовать себя сотрудникам, у которых есть хорошие идеи и огонь в глазах. Круглый стол в Самарской губернской думе объединил представителей власти, акул-бизнеса, образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Повод особенный. Первое заседание по развитию добровольчества в корпоративном секторе региона «Территория роста». Инициатором проведения мероприятия выступил Национальный совет по корпоративному волонтерству. Сегодня здесь, мне кажется, очень значимое событие для региона. Когда разные бизнесы объединяют свои усилия в условиях ограниченных ресурсов, это значит, что эффект от реализации проектов добровольчества будет больше. В первую очередь, этот проект и эта тенденция последнего времени имеет экологическую направленность. Это озеленение, благоустройство, это, возможно, уборка территории. Вы, может быть, считаете, что это достаточно просто, но надо начинать с простых дел, а потом уже договариваться о более сложных социальных проектах. Сотрудники — это огромная аудитория. Это такие же граждане, жители региона, которые хотят сделать лучше для того места, где они живут и работают. И именно компании могут организовать вот этот социальный запрос от сотрудников делать добрые дела более эффективно. Анна Бушлякова выступила еще и как сотрудник крупнейшей международной компании «Филипп Моррис Интернешнл» в России. В портфеле организации большое количество социальных проектов, в том числе реализованных и на территории нашего региона. У нас офисы находятся в 100 городах России, и в каждом из регионов мы являемся активными участниками социальной повестки. Мало того, в Самарской области у нас реализуются крупные благотворительные проекты, связанные с обучением компьютерной грамотности пожилых людей. В этом году мы на Самарскую область распространили проект «Инновационный бизнес-навигатор» поддержка малого бизнеса. И вторая, наверное, составляющая, где мы прилагаем усилия, мы как раз становимся такими активаторами для бизнес-сообщества, рассказывая о той площадке, которой существует Национальный совет по корпоративному волонтерству, где компании могут объединиться. Положительный опыт, который может стать примером и для других компаний. Но сегодня за круглым столом представители организаций, которые уже давно сделали свои первые шаги в области корпоративной социальной ответственности и продолжают уверенно двигаться в этом направлении. Это акционерное общество «Данона России», самарский филиал ОАО «РЖД» «Пивоваренная компания «Балтика» и не только. Спикеры отмечают, в каждом регионе можно говорить о своей специфике и запросах в сфере социальной поддержки. К примеру, компания «Мегафон» сосредоточилась на двух целевых группах. Представители компании помогают детям, которые остались без попечения родителей, и людям с ограниченными возможностями здоровья. Они направляют усилия не только на их оздоровление и социализацию, но и, расширяя возможности, вводят их в новый цифровой мир. Позицию компании разделяют и ее сотрудники. Мы в свое личное время, в выходные дни приходим на эти мероприятия и с большим теплом и любовью поддерживаем людей. Заявки о участии в мероприятии я получаю от своих коллег достаточно быстро. И эти люди могут быть абсолютно разных профессий. Это может быть и бухгалтер, это может быть и менеджер по коммерции, это может быть и технический специалист. Поэтому мне очень приятно работать в этой чудесной, отзывчивой, очень доброй команде. У нас есть слоган, который звучит так. Мегафон начинается с тебя, а значит и добро начинается с тебя. То есть мы вкладываем себя в это понятие. Добро начинается с каждого из нас. Очень важно сейчас сформировать площадку для объединения как предприятий, крупных структур, которые сегодня тоже фигурировали, так и наоборот не коммерческого сектора, просто волонтеров, которые тоже могут участвовать в каких-то социальных проектах крупных организаций. Вот именно ради вот таких интегративных процессов мы будем в дальнейшем и так же двигаться. Повторюсь, это только начало, и в дальнейшем есть смысл проводить несколько неформальных таких встреч, тренинговых, где уже вырабатывать конкретные действия. Идею развития сектора корпоративного волонтерства активно поддержала и председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Самарской губернской думы Марина Седухина. Итогом встречи стало официальное объявление о создании Самарского представительства Национального совета по корпоративному волонтерству. Организация расширила свою географию, и наш регион стал 12-й по счету локаций в списке ее участников. В актив также вошел и информационный портал «Волга-Ньюз». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok